Всем привет, с вами Гнат, и сегодня я расскажу о зависимости криптовалютного рынка от макроэкономики. Погнали! Давно уже напрашивалась эта тема, на самом деле, некоторые передиски мне люди говорили, Гнат, куда ты лезешь, сиди в крипте, торгуй в крипте, не смотри по сторонам. Я считаю, что эта позиция максимально неправильная, ребята. Чем больше вы будете добавлять свою торговую стратегию переменных, тем, конечно, она сложнее будет становиться, но тем более полная будет вырисовываться картина. Сейчас я объясню, про что я и вообще к чему я. Я напоминаю, что я в рынке 2017 года, и у нас тогда, конечно, была вообще безумная эйфория, когда биткоин рос, и в один момент мы такие, говорят, все, будет объявляет о фьючерсах на чикагской бирже CBOE на биткоин, и все начинают говорить, это просто безумие, сейчас вот эти там 10 тысяч, это покажется шуткой. Там действительно все верили 50 тысяч, а то и выше, то есть там вплоть до 100. И сейчас, конечно, когда ты уже пережил несколько булранов, даунтрендов, я думаю, что все мои зрители понимают, что как-то странно, когда актив должен вырасти в рамках там 1-1,5 года в 100XO, при том, что это большой актив, не Shiba Inu, который там все токены у фаундеров, да, а вот именно действительно такой огромный масштабный проект, который уже имеет большую предысторию, вдруг резко вырастет на 100XO. Можно было предположить, что вряд ли, я думаю, что сейчас все понимают, что как бы нам не хотелось, но вряд ли мы увидим на следующем булране биткоин 2 миллиона. Но, но речь, конечно же, идет о том, что институционалы пришли тогда в крипту, и вот они тогда пошли, после этого они продолжили заходить там в 18-19 году, появлялись индексы какие-то на различных биржах, появился Grayscale, ETF, вот сейчас уже есть ETF, и мы как бы все ждали этих институционалов, чтобы быстро разбогатеть на них. Это, конечно, как наивные молодые мы были, да, ждали больших дядек, типа, знаете, мы сидим там, вот так и выглядело криптовое сообщество, которые все сидят такие, сейчас придут большие дядьки, мы заработаем денег много, но, к сожалению, это все не так, дяди пришли и такие, а, так можно шортить, и для начала они обылили рынок, потом уже переиграли свои правила, и, конечно же, мы не учитывали очень важную модель, то, что все эти хедж-фонды, все Tesla и т.д. и т.б. и т.б., они все равно завязаны на мировой экономике. Конечно, можно биткоин индекс сравнить больше с NASDAQ, то есть индекс технологических стартапов, но можно и просто с S&P 500 и с классическим фондовым рынком. Почему? Потому что если на каком-то большом рынке какие-то проблемы, то люди в первую очередь скидывают акции Triple C, то есть самые ненадежные акции. Так сложилось, что у биткоина как раз, наверное, Triple E, если бы можно было такой дать рейтинг, он был. Почему? Потому что, ну, ребят, волатильность у биткоина просто колоссальная. Я думаю, что вы можете посмотреть, ну, сейчас уже все все понимают, да, даже когда, я напомню, что я, Хоббл, верил в то, что у нас идея поменялась, то что до 69 новых АИ, там, типа, ниже 40 мы не упадем, даже 50% это уже очень сильное падение, но ничего не поменялось, не помешало биткоину, на минус 75% упасть. Мы имеем 20 тысяч, ну, там, на лаях там 19-18, даже 17, по-моему, было, если я не ошибаюсь, 17-1700. И мы понимаем, что это супер волатильный актив, и, конечно же, хедж-фонды это тоже все прекрасно понимают, тем более они еще, как бы, не изучили особо, да, может, не имеют, скажем, набитую руку в этом, когда ты на фондовом рынке торгуешь, там, 15 лет, и ты криптой подорговал год или два, вряд ли ты сидишь такой, все, я уже разбираюсь, точно так же, как тем рынком. Поэтому большая волатильность, конечно, обозначает то, что в первую очередь при шторме будут скидывать непосредственно биткоин и криптовалюту. Это нас завязало на S&P 500. После чего, на самом деле, уже до этого появлялись какие-то такие тонкие моменты, которые показывали, что биткоин как-как, ну, связан с геополитической ситуацией. Постоянно разные, скажем так, события происходили. В начале 2019 года, когда была ситуация по поводу Трамп с убил каких-то иранских генералов, там какая-то бомбежка началась, вот просто была минимальная геополитическая нестабильность, биткоин уже показывал какую-то свою силу, то есть он на это влиял. Мы в начале думали, что вот, как я и думал, началась сейчас война, да, в Украине, и, ну, начнется резко, как бы, всплеск. Я за это топил. Почему? Потому что в этот момент ослаблевает очень сильно местная валюта, то есть ослаблась рубль, белорусский рубль, гривна, польский злотый. Сейчас, на самом деле, Турция, Турция какая-то сумасшедшая, там тоже инфляция произошла вообще в районе, по-моему, 30%, там какие-то страшные цифры, ты когда-то все это смотришь, это шок. И поэтому, на самом деле, ребята, ну, вот, если вы хотите разбираться в припите нормально, понимать ее ДНК, вы должны еще понимать что-то, хотя бы поверхностно желательно, конечно, быть большим специалистом еще и в макроэкономике, что происходит в мире, и куда может припяти фондовый рынок, так как, ну, так сложилось, что мы теперь на этом завязаны. Фондовый рынок дает зеленый цвет, едет на 4 800, биткоин едет на 6 900, параллельно иксует жестко ICO, там, и MutableX выходит на 40 иксов, все богатеем, все имеют бумажную прибыль неимоверно уже, все в голове себе катаются на ламбах, но потом происходит очень простая история, вот я хочу, конечно, сейчас сразу же подвязать, почему это крайне важно, и это можно, как бы, одно достаточно очевидно, смотрите, инфляция в Америке, это очень важный показатель, на который влияет на, прямиком и полностью влияет на то, что будет делать ФРС, и ФРС при инфляции выше там 3%, начинает изымать деньги и поднимать ставку ФРС, это всегда плохо влияет на S&P 500, если посмотреть, да, вот условно говоря, у нас вот здесь вот ноябрь, вот он, мы до этого все росли, я думаю, все понимают, да, что мы до этого как бы четко росли, и вот в ноябре, смотрите, в ноябре у нас так, ну так уж совпало, возможно, вы скажете, ну, такое бывает, не было больших изменений по инфляции в июле 2021, но в октябре выроса сразу на 0,8, и потом еще сразу на 0,6, это очень большие куски, ну, большой рост инфляции, и после этого очевидно, что ФРС надо что-то менять, менять свои стратегии, и они пошли изымать ликвидности, будем понижать процентную ставку, повышать точнее, я напомню, что непосредственно еще до войны, у нас была проблема, может кто-то забыл, коронавирус, и коронавирус, он заставил Америку напечатать огромное количество денег, раздать им, и, конечно же, напечатанные влитые деньги в рынок, они по-любому влияют на инфляцию, так как если вы просто сейчас всему миру дай по 100 тысяч долларов, то вряд ли после этого самый дешевый рабочий труд останется в районе 8 долларов, там, или какие-то, ну, там, 5 долларов, в зависимости от страны, прошу прощения, долларов в час, очевидно, что люди скажут, я не буду работать за доллар в час, если у меня есть 100 тысяч долларов, зачем мне 100 тысяч часов сейчас тратить, я не столько жизни, не как-то заработать, вот так произойдет рост цен, и вот это, по сути дела, на максимально понятном простом языке, объясняет штука инфляция, в Америке, например, это уже, почему все ориентируются на Америке, потому что, ну, так сложилось, что основная валюта Америки, это главная валюта в мире, поэтому от этого все пляшут, от системы ФРС Америки, потому что, если они хотят печатать денег, раздавать всем, то это великолепно, вечеринка начинается, все начинают друг другу раздавать бабки, все начинают инвестировать, поймите, что когда у человека, в мире начнут много денег, все начинают инвестировать, куда ни попада, это как, ну, дать человеку, который не опытный, который не имеет финансовую грамотность, даешь деньги, он начинает их тратить, и когда он тратит, он порождает вот этот процесс разгонной инфляции, повышение потребительских цен, потребительская корзина, там, расширяется, вот до этого, и вот это все происходит, и вот тут такая же ситуация произошла довольно, ну, очевидная, как и мне, особенно, когда я уже пообщался с макроэкономистами, которые, ну, типа, ну, посмотри, вот здесь вот мы выросли, говорит, на 1,4% за 2 месяца, это ненормально, после чего началась борьба с инфляцией, возможно, вот где-то здесь, да, еще они как боролись, и то все равно у нас получилось такое, что за декабрь и январь у нас уже 7,5%, и тут начинается война, здесь, конечно, я говорил уже, моего опыта, к сожалению, не хватило, и по шатанной психике я не сообразил, что после того, как ввели санкции весь мир на Америку, Америку на Россию, Россия решила ввести санкции энергетического типа на Европу, и Европа прям у нас обнищала, Европа прям такая, да все, что нам теперь делать, это, к сожалению, факт, который надо было, как бы, предугадать, но опять же, у меня не было паттерна таких поведений рынка, и, как следствие, то, что нефть стала дорогая для Европы, Европа на этом стала терять деньги, у них вырос, как бы, получается, бензин, ну, начал расти, поймите, что бензин тянет за собой сразу все, курицу, там, ну, замороженные все продукты, там, курица, рыба, яйца, хлеб, это все абсолютно переводится на машинах, которые потребляют бензин, возможно, когда будут электрокары, не так, это сейчас зеленые этими поправят, там, залитие, никель, я не знаю, сколько его надо сделать, чтобы все машины были электрокарами, но на данный момент до этого очень далеко, при том, что он далеко, прямо в перспективе, даже 5 лет, мне кажется, даже в развитых странах не скоро будет, как бы, все в электромобилях, поэтому, на фоне этого возникла новая проблема, у нас и так проблема есть с тем, что мы много денег напечатали, надо, как бы, заменять, повышать ставку ФРС, так у нас еще и просто образовалась энергокризис, и на этом фоне, конечно, инфляция продолжила расти, и вот здесь мы, пока вместо того, чтобы, я начинаю, я вам честно скажу, начинаю в феврале верить, что все наладится, все здорово в крипте, и у нас, у нас, боже мой, так смешно, на самом деле, вспоминать задним числом, какой же я был глупый, я всем советую, это очень полезно, помогает в будущем, особенно, если у вас горизонт планирования вашего криптоинвестирования, криптоспекуляции длинные, главное, собирать этот опыт со всех, со всего, и откуда можно, и потом правильно им пользоваться, это будет всегда очень хорошее вознаграждение за это, и вот здесь происходит ситуация, то, что я там в марте начинаю верить, когда как раз инфляция 85%, что у нас сейчас крипты, новое дыхание, там, бла-бла-бла, а вместо этого, ФРС только ужесточает свою политику, и у нас продолжаются проблемы, на данный момент у нас уже 9,1, даже здесь мы ждали 8,8, мы опять 9,1, то есть у нас все инфляция побила, все рекорды, там уже такой инфляции не было в районе 40 лет, ну, тут надо сказать, что, конечно, Байден сказал, что это не устаревшие данные, мол, у нас уже бензин подешевел, могу сказать, что это так, я вот сегодня заправлялся просто, и получилось, что у меня бензин на 8% дешевле, то есть, галлон 5 долларов, до этого стоило 5,40, и надо сказать, что это как бы подешевеет, сильное, но оно не так быстро реагирует на рынок, и тут очень важный момент, друзья, смотрите, надо же еще идти, как бы против толпы, надо понимать, что кто-то скажет, так все тогда, если у нас тут 9,1, то у нас инфляция там на 6%, уйдет только, если я не знаю, что надо делать, чтобы она дошла до 6%, то есть, это она очень сильно понижает цены, так вот, основная история, что мы, ну, давайте уже понимать, что текущие планы ФРС, они как будто не работают, как будто не работает вся эта история, кстати, вот так, что баланса ФРС вообще только накапливался, они только сейчас тут что-то поскидывали, но по факту у них баланс накапливался, и непонятно, как это все будет заканчиваться, то есть, они накапливали баланс, и сейчас, я думаю, я лично думаю, они вообще просто в один момент поймут, что их план не сработал, потому что изъятие ликвидности в таких количествах, 95 лярда вызывается из рынка, вот это QT так называемое, оно плохо влияет на рынки, и на потребителей, потому что потребителей получается, как будто бы меньше денег, инфляция, вернее, деньги те же самые, инфляция больше, это все, скажем так, перезавязывают руки, и в этот момент ФРС должно просто переобуться, они должны просто свапнуть свою стратегию с QT, с изъятия на QE, на вливание, и вот после того, как начнется вливание, у нас возможно, вот я просто говорю, какие моменты, чисто с точки зрения макроэкономики, я сейчас без привязки к крипту, я там не говорю, что эфир 2.0 мерч, я не говорю про то, что в биткоине скоро халвинг, или какие-то глобальные события, я говорю, что происходит с макроэкономикой, какие могут быть варианты, и уже на эти варианты, мы накладываем варианты, какие могут пойти к крипте, потому что крипта на самом деле, тоже очень сильно упала, то есть 20-ка, это уже какой-то страх, и вот на самом деле настолько страх, что даже когда вышли показатели по инфляции, вышло 9.1, и все сказали, не, ну как бы плохо, но биткоин дальше уже падать не будет, потому что уже там и ликвидности мало, и возможно, как бы основные фонды, которые там имели прям давление на рынок, они уже там частично повыходили, и они как бы риск уже свой достаточно понизили, чтобы оттуда не выходить, плюс опять же, после 75% падения с хайоу, наверное, ждать еще минус 75, оно входит в риск, потому что 2x от 20-ки, ну точно можешь ждать, а то, что даже мы пойдем на 5, это уже кажется, ну мало реальным, в тот момент, когда 69 было, естественно, пойти на 140, это казалось, ну как бы сложно, и не знаю, что мы там ждали сотку периодами, но прям 140, и если мне сказать 140, либо же, ну там 20, я бы еще долго думал, наверное, выбрал бы 20, хотя, конечно, опять же, я верил в то, что циклы разошлись, мы ходим за S&P 500, но так складывается, что теперь у нас S&P 500 идет вниз, если кто вдруг не знает, то вот S&P 500 выглядит примерно вот так вот, то есть были, ну вот он, получается, наш кризис корона, который мы откупаем просто за 2 квартала, за 1 квартал, какой? 2. У нас просто уже в июле, в августе уже все те же самые точки, и мы просто едем вверх, просто нон-стопом, и даже до этого момента мы еще не дошли, то есть по S&P 500 можно ожидать вообще падения, и тут остальная история, что я думаю, что падение может происходить себе смело, там вот прям в июле, в августе, но в сентябре, в октябре, осенью, ФРС должно как-то поменять свою стратегию, поэтому, ребята, мой основной посыл заключается в том, что где-то будет какой-то хотя бы локальный разворот, просто когда деньги пойдут в рынок, нальется, ну, ликвидностью все, в том числе, крипта, и крипта сейчас уже, как бы, на таких низах, что может разогнаться, поэтому, я вас прошу, друзья, обязательно, обязательно, надо сейчас подготовиться, я понимаю, что может быть лето, может у кого-то не на настроение, кто-то потерял все деньги, у кого-то ситуация более глобальная, то есть, кто-то потерял, ну, не дай бог, близких каких-то, кто-то потерял жилплощадь, родной город, я понимаю, что это все плохо, но такая сейчас ситуация, что вот каждому из вас, кто смотрит, надо собраться, и сказать, я могу, я могу делать то, что зависит от меня, и действительно, от вас много что зависит, ваша подготовка к новому рынку, или хотя бы какой-то возможному вбросу информации, она окупится в разы, и поэтому вот сейчас, вы не должны бегать за монетами, как полоумные, типа, блин, Гнат, что купить, Гнат, я хочу купить аду, кардана, она вырастет завтра, вы просто должны сидеть, и потреблять информацию, я вот, самая смарт-идея, это сейчас учитесь, если кто-то думает, что пришел на канал, и не хочет учиться, а просто хочу, чтобы Гнат подсказал, заработал, меняйте канал, я не про это, я всегда говорю, что я даю удочку, и вот сейчас самое время, эту удочку просто собрать, сооружить, может быть, несколько удочек, спиннинги, и уже вот сидеть подготовленным к новому булрану, и для этого надо расширять свой спектр знаний, я постоянно пытаюсь учить, я вам честно скажу, я на доунтрендах всегда мечтал научиться программировать, но так как я ленивая жопа, то я ни хрена не научился программировать, честно скажу, вот такая вот история, но глобально я все-таки считаю, что я хотя бы все читаю, что-то изучаю, также, может быть, сделаю какую-то историю про какие книги надо почитать для расширения своих знаний, чтобы чем-то заниматься в полезном крипте, а вот сейчас, когда нету таких кейсов, кейс один там, не знаю, один-два в месяц, есть какой-то, залетел, хорошо, а вот сейчас, как раньше прыгать, о, Гнат сказал, смарт-идея, покупаем, завтра продали, заработали, такого нету, ребята, ну, сейчас вообще не тот рынок, поэтому я у каждого из вас прошу, надо собраться, надо не заниматься ерундой, не ходить, не покупать монеты, и не думать, что они сейчас вырастут, самое важное, это получить знания, надо вокруг этого концентрироваться, огромное количество бесплатной информации в интернете, психические ресерчи, разобраться, как работает лэр, почему один блокчейн с шардингом, почему второй нет, когда будет переход на эфир 2.0, что об этом думают разработчики, вот эти все вещи вы должны изучить и желательно изучать сами, а мое мнение вот так вот, тезисно подвожу, есть большой шанс, что в сентябре будет какой-то локальный разворот, в сентябре-октябре, возможно чуть больше, то есть будет какой-то минимум, поймите, что не обязательно булран, нам же не нужен сейчас булран на 85 тысяч на 100, нам надо булранчик просто хотя бы до 35к, 35к это по битку считай 2х, по альтам это значит там 3, 4, 5х, вот там мы сможем заработать, но для этого вам надо обложиться знаниями и подготовиться, если кто-то думает, что в ближайшие полгода не будет возможность заработать на крипте, я могу с ним в целом публично поспорить и все эти кейсы еще и публично обговаривать заранее, постараться, где можно будет заработать, то есть я уверен в этом более чем, я уверен, что те люди, которые остаются в рынке на даунтренде, они всегда больше всего зарабатывают, когда приходит аптренд, потому что когда четко придет аптренд, никто не знает, сейчас все могут говорить там 23 год, 24 год, а если вот сейчас просто осенью придет такая штука, что я сделаю там 3х на депозит, вы нормально будете спать? Вот-вот. Собственно говоря, на этом все, с вами был Гнат, в таком вот формате но вам рассказал, пишите в комментах, ставьте лайки, понравилось или нет, буду стараться записывать больше контента, а больше я наконец-то наконец-то собрался, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok